Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом пристает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Александр выходит из биоробота, становится рядом. Ставим маячок зеленый-красный. Если это Александр, загорается зеленый, если это красный цвет. Какого цвета маячок? Зеленый. Хорошо, он вышел? Вышел. Что с биороботом? Просканируй ручным скенером, он появляется. Просканируй биоробот. Есть ли какие-то невидимые связи к биороботу? У него очень много света изнутри. Он светится. Биоробот или? Но этот свет не защищен. И то, и то. И биоробот тоже? Да. Нет, какая-то оболочка есть у биоробота. Защита. Вот. Оболочка защиты. Давай проверим. Защита. Это Александр, загорается зеленый, если нет, красный цвет. Или это навязанная защита, ложная. Знаешь, сперва говорит зеленый, потом превращается в красный. Отлично. Селом его на мере, разрезая эту оболочку. Сворачиваю ее в шар. Все частицы вот этих энергий выходят, формируются в этот шар. Берем шар, серебряную сетку. Есть. Биоробот больше не светится? Ну, таким светом нет, он спокоен. Хорошо. Еще раз сканируем. Если что-то чужеродное есть в биороботе, пульсирует биоробот в этом месте. Честно. Отлично. Защищаем биоробот защитным потоком очистых энергий Абсолюта. Берем Александра в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Берем эту сетку серебряную и вместе с Александром и этой сеткой поднимаемся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Александра. Интересуемся, готов ли он к проверке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Он продолжает светиться. Хорошо. Это голограмма или это свет? Он говорит, что это его родная энергия, так светится. Александр, в клетке находятся точно такие же по цвету энергии. Мы сейчас хотим уточнить. Ты уверен, что это твои энергии? Он не знает, говорит, что можно проверить. Конечно, можно. Ставим маячок зеленый-красный. Если это защита Александра, его родные энергии, они навязаны. Защита загорается зеленый. Если это чужеродная, навязанная, загорается красный цвет. Какого цвета маячок? Знаешь, маячка два. Зеленый и красный. Здесь какое-то сравнение идет. То есть все начинается действительно с защиты. Он их выставляет, но потом почему-то они навязанными становятся. И почему они становятся навязанными? Давай сделаем следующее. Включая внутренний белосвет Александру. Из этих энергий, которые находятся в его тонких телах, начинают выходить и формироваться в шар все навязанные чужеродные энергии. Один, два, три. Пошел процесс. Скеннер помогает выдавливать все чужеродные энергии, которые не являются защитой Александра. Все это выходит, выдавливается малейшие частицы, сжигается и формируется в шар. Эти все энергии сейчас, они вышли в шар. И он, Александр, его тонкая копия, он как в какой-то клетке стоит. Эта клетка полностью по его, ну как видеть, человеческого тела. Отлично. Отправляй этот шар в клетку-тюрьму. Скеннер разрежет эту клетку, выведи ее из биополя Александры. Все чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, связанные с этой клеткой, подсвечиваются, пульсирует, скеннер их видит, выводит, отключает. И как все выведет, отправляя силами его намерения в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Клетки. Да. Света больше нету, Александра. Мы вывели его в шар. Мы весь свет вывели в шар. Значит, это был весь ложный цвет, правильно? Или мы вывели только ложный? Но он не светится сейчас вообще. Хорошо. То есть этот свет весь ложный он или нет, он и тот, и тот маячок горел. Начинается все с намерения, и потом подключается ложный. Там можно больше узнать. Хорошо. Наверное, если сделать запрос или поставить экран. Будем работать. Узнаем. Даю команду, значит, три скеннера сканируют пространство над головой Александра под ногами. 360 градусов вокруг него. Креннер сканирует все семь тонких тел Александра. Находит все. Выстраивается из голограммы, находящейся в биороботе, из шара в биополе, и из этой клетки, находящейся в клетке-тюрьме, каналы к ответственным. Силами его намерения притягивают всех ответственных в клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме мои заложники. Я вижу двоих. Это Драга и Гуманоида. Снимаются маски и голограммы. В сущности, представить согласно своему эфирному коду ДНК. Выстраивают Драга и Гуманоида каналы к другим ответственным. Если они с кем-то связаны, притягивают всех в клетку-тюрьму, стоят в клетке-тюрьме. Никого больше нет. Здесь просто информация идет от Драга, что он как переговорщик здесь по собственной воле. У него нет подключика. Или переговорщик по собственной воле. Кому ты пришел? У него непонятен вопрос. Раз он в нашей клетке, он пришел к нам. Ты к нам пришел? Разъяснить ситуацию. Ты к нам пришел? Через Александра? Нет, он показывает на Александра. Ради него он пришел. На чем пришел ради него? И мы должны озвучить информацию, которая для Александра? Или информацию для нас с Верой? Для него. Может и другим пригодится. Ну, рассказывай. Хорошо, слушай тебя, Драга. Считай цифру у него над головой Вера. 510. Парламентер идет слово. Хорошо, слушай тебя, парламентер. Он рассказывает и показывает. Есть место возле, получается, место, где живет Александр, есть место. Он показывает энергии большие в этом месте. И Александр тоже работает с энергиями. Эти энергии больше, чем все остальные вокруг. Место силы есть такое у него. Место, где есть, где живут другие. То есть он показывает серость рядом с ним. Да. Но его энергии идут иногда вразрез с их энергиями. Они делают свою работу. Причем там не только Драга, там есть другие цивилизации, с которыми они не работают с ними. Но каждый делает свое дело в этом месте. И он им мешает? Он им не мешает. И они не должны ему мешать. Он предлагает, как каждый занимается своим делом. Они не нападают просто так, если вы не лезете в их места. Каждый занимается своим делом. Так работают цивилизации уже долго-долго веков. Много веков. Долгое время. И он хочет это объяснить, что любые энергии, он как столб энергии показывает, вверх идет столб энергии, они не должны пересекаться. Если они пересекаются или имеют какую-то агрессию, ждут нападения или ставят какие-то ненужные защиты, тогда они притягивают. Но здесь получается, как интерес он из этого потока, из этого столба, выходит интерес, и эти энергии пересекаются. Естественно, энергии, которые слабее, они заражаются. То есть он говорит, что нужно холодно относиться к этому. Именно холодно он показывает рептилоидов, которые работают рядом с ними. Они понимают, что это такое. Занимается каждый своим делом. Я понимаю. Пересечение энергии чревато для всех. Хорошо. Как делать так, чтобы эти энергии не пересекались? Насколько мне известно, рядом с его домом находится какое-то очень сильное место силы. Возможно, это место представляет и для вашей цивилизации, и для всех других какой-то определенный интерес. Если ты сказал, что энергии не должны пересекаться. Это не просто место силы. Там идут определенные работы с этими энергиями. Каждая цивилизация берет свое и занимается своим делом. Никто не пересекается, никто не вмешивается в чужие энергии. Он показывает эти столбы энергии. И еще раз, если чья-то цивилизация начинает иметь интерес или же выставляет даже защиты против них, то есть это привлекает их внимание, как зовет их. Он защиты выставляет от нападений. Я Драгу тебе должен здесь возразить. Мы не нападаем. Безусловно, вы нападаете. Он говорит за свою цивилизацию. Я тебе говорю за цивилизацию Драгу. Вы отлично нападаете. Он говорит про конкретное место. Хорошо, за это конкретное место вы там не нападаете. Вы это хотели сказать, да? Он здесь и сейчас, объясняя ему, что есть другие цивилизации. Он на тебя, кстати, показывает и говорит, что рядом с тобой тоже такие места, но каждый занят своим делом. Я вижу эти места. Испокон веков. Я им не мешаю заниматься их делами. Я вижу эти места, я вижу эти, знаю про эти хранилища. Поэтому я все это понимаю. Хорошо, когда ты знаешь про них, ты выставляешь определенную защиту? Я выставляю защиту, во-первых, чтобы я не был видимым и никому не мешал. Во-вторых, у меня нет никаких интересов к этому месту, откуда вы черпаете. Именно про это он и говорит. Если есть интерес, энергия оттуда будет притягиваться. Из этого столба идет отдельная ветка энергии туда, где выставляются специальные защиты. И идет мысли. Я это заметил. Если у тебя есть о них мысли, естественно, ты тянешь эту энергию. А мысли у него по-любому должны быть. Хорошо, я это понял. Я надеюсь, он тоже это понял. Он говорит только про свою цивилизацию. Тогда объясни мне еще один момент. Как ему в этой ситуации, я не знаю, почему он хочет ходить в это место силы, мне непонятно, когда ему открыты все источники для получения своих родных энергий, которые ему полезны. Он не ходит туда, он борется с ними. А он борется с ними? Да, и его энергии мешают. Он считает, что его энергии мешают в работе других цивилизаций, в том числе драгон. Ну, за это я не знал, действительно. Это ты для меня что-то новое рассказал. То есть, я полагаю, он перешел в какие-то границы, которые не должен был переходить. Хорошо. Значит, никакое, если он посещает это место или не посещает... Он считает, что там есть опасность для него. На самом деле, если он не вовлечен, никакой опасности с нашей стороны нет. Мы не пришли нападать, мы пришли заниматься своим делом. Там энергии намного больше, чем любые другие, в том числе его энергии. Мы не паразитируем. Хорошо. Я эту информацию обязательно в присутствии здесь ему передаю. Александр, вы слышали эту информацию, что он передал представитель, переговорщик цивилизации Драгу насчет этого места силы, который рядом с вашим домом? Да, я слышу, теперь нужно усмыслить ее. Что я сделаю не так и как я должен выставлять защиты. Возможно, Драгу в принципе все объяснил насчет воинственности и борьбы с этим местом силы. И объяснил насчет того, что каждая цивилизация имеет свой интерес, и мы не имеем права перекрывать какой-то доступ к какой-то информации. От Драгу идет слово мысли, телепатически мысли, мысли. Одна мысль может притянуть много чего. Ну, давай начнем с того, что Драгу, у него есть объяснимые причины насчет такого беспокойства. На него в последнее время было много нападений цивилизации. Рептилоидов, Грейф. Он это понимает. Он видит, кто с ним стоит рядом. Соответственно, скажи мне, Драгу, ты не связан никак с этим гуманоидом? В этом месте никто ни с кем не связан. У каждого свой поток энергии и работа с ними. У каждого своя задача в этом месте. Свой нейтральный интерес. Хорошо. И именно это понимают все. Я тоже это понимаю. Давай сделаем так. Ты что-то, ты в биополе никаким образом ничего не оставил, да? Я не присутствую в биополе. Хорошо. Я думаю. И хочу, чтобы он не присутствовал в наших интересах. Все понятно. Я эту информацию получил. мне нужно согласовать ее. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. Кольт Азубе. Прошу офицера Кольта выйти со мной на связь. Слушаю тебя внимательно. Приветствую, офицер Кольт. У меня здесь переговорщик 510-й Драгу. Посмотри, пожалуйста, ситуацию. У меня, в принципе, он объяснил. Моменты столкновения между их цивилизацией, моменты агрессии со стороны нашего клиента и то, что это нейтральное место. У меня, в принципе, вопросов нет. Я хотел спросить, могу ли я его отпускать? Переговорщиков отпускать. Все понятно. Я благодарю тебя. Мы сегодня с тобой работаем. Да, вы на уровне нашей дирескции. Благодарю тебя. Хорошо. Все, отключаемся от Кольта. Хорошо, Драгу, я тебя благодарю за эту информацию. Ты готов уходить? Готово. Открывается портал на чистоте Драгу. Драгу уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, Гумануэ, я теперь к тебе. А ты что здесь делаешь? Драгу там понятно. А ты что здесь делаешь? А я не такой честный. Я пытаюсь из разных источников. Ты не такой честный. Хорошо. Откуда ты, Гумануэ? Я не переговорщик. Я это понял. Я понял. Ты наемник. Итак, сколько ты находишься в этом биополе? И откуда ты? С Ориона. Орион. Как долго находишься в этом биополе? Десять дней. А где ты его пробил? В квартире? Как ты вошел? Как ты подключился? Как ты его защиты пробил? Он показывает на шар энергии. Там, в этом шаре и в самом Александре, в тонкой копии были такие, как свет, вот этот, который шел из него. Он был сам белый, лучистый, но в разных местах тела были такие желтые круги, как солнечные. То есть, это были похожие энергии на его? Ты это хотел сказать? Которые он принял за свои? Или ты без его ведома накачал его этими энергиями? Где произошел пробой? Во время заправки энергиями, защиты или во сне? Он показывает квартиру. У него есть прибор. Он как небольшой такой ящик. Он в доме находится? Узкий, да. Он находится. Это балкон. Небольшой балкон. И там стоит прибор этот? Он руководит оттуда этим прибором. В эту комнату, где диван, там идут волны, волновые энергии вертикальные. Хорошо. Какую частоту не смог пробить? У него защита стоит у прибора. Она такая обтекаемая, очень красивая, и она невидимая. Хорошо. И как твоя невидимая? Она как отталкивает, смягчает. Вот, она смягчает. Как ему увеличить свою защиту, чтобы твой прибор не работал. Он показывает сейчас этот прибор и объясняет эту защиту, которая стоит на приборе. Он смешивает энергии, которыми защищается Александр. То есть, в этой защите у него есть энергии, которые стоят в защитах Александра. Они смешиваются и, получается, они защищают этот прибор. Он говорит, что вы думаете, только у вас есть новые технологии. Ну, если он защиту покроет свою живую плазмой, как это даст? Значит, они сделают защиту против живой плазмы? Добавят живую, нет, в защиту добавляют живой плазмы. И она, это как вакцина ваша, говорит он. Мы добавляем, и получается, все ваши защиты защищают наши приборы, наши устройства. Мне здесь понятно. Единственное, непонятно, как эта энергия утекает к вам. Скеннер, просканируй сейчас Александра на чистоте гуманоида, всех подключек. Что осталось еще, что мы не вытащили на его чистоте? Он не понял твой вопрос. Он не понял, что значит энергия утекает. И защита сливается с нашей защитой, и эта защита работает в его пользу. Значит, нам надо изменить... Получается, эта защита не защищает от него, а с их новыми технологиями работает на него. Хорошо, давай сделаем так. Они добавляют их в свою защиту. Сейчас дождемся, пока закончится процесс. Да, еще раз, команда. Скеннер, просканируй, пожалуйста, Александра, на чистоте гуманоида и всех подключек, находящихся в клетке, на предмет не обнаруженных подключек, которые мы еще не вытащили. Нет подключек, вот эта сетка на нем была. Это сетка? Как клетка, сетка. Хорошо, сейчас делаем следующее. Выстраивается прямой канал в квартиру Александра на балкон, где находится этот прибор. Канал выстроен и притягиваем этот прибор в клетку-тюрьму. Он держится очень крепко. Беру антимагнитное оружие и сжигаю эту защиту, вырываю его оттуда, летит сюда. Он искрится весь, готово. В клетке? Закрываю портал, опечатаю, растворяю. Я прошу офицера Кольта выйти со мной на связь. Здесь на связи. Офицер Кольт, у меня здесь находится гуманоид Цариона, 10 дней находился на балконе, он оставил прибор, который пробил защиты. Вернее, этот прибор смешал защиты Александра с энергиями этого гуманоида, соответственно, он смог войти. Этот прибор я притянул, он сейчас находится в клетке, гуманоид находится в клетке, у меня два вопроса. Ты его забираешь, первый, второй, как там укрепить наши защиты? Забираем прибор, забираем гуманоида. Защита укрепляется изнутри, намерением, силой, силой духа, энергии и их знания. Вы должны чувствовать чистоту изнутри. Если есть сомнения, оставьте красные мычки. это легко, проверяйте. Абсолютно верно. Благодарю тебя, офицер Культ. До скорых встреч. Что делать с артефактами? Он сейчас забирает гуманоида и этот прибор, все остальное уничтожает. Под всеми артефактами гуманоида открывается воронка в галактическое ядро, все улетает на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, давай сейчас заправим Александра энергиями родными, посмотри, сколько ему нужно энергии, какая частота вибрация. 420, 20, 27, 28, две цифры идут. На щетри макушку головы Александра начинает поступать 7 высокоаберационных потоков по 420% каждый 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета поступают. Частота вибрации поднимается от 27 до 28 Гц в зависимости от чакры. Вниз 27, вверх 28. Вниз 27, вверх 28 Гц. И ему информация идет опять, сомнения ему мешают, сомнения и недоверие. Ну, это мы уже слышали и сами говорили не раз. Здесь ничего нового. Ждем, пока заправится. Он даже сейчас заправляется и может расслабиться, потому что доверяет этим энергиям в комнате диагностики и нам. В остальных случаях он не может расслабиться, чтобы довериться энергиям. Понятно. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Сейчас возвращаем Александра назад в его систему биоробот-душа и переходим к чистке его квартиры. Для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Александра в его систему биоробот-душа, заводим, подключаем к каждому органу клеточки и извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Квартиру Александра ты видела? На счет ты стоишь перед входной дверью его квартиры. Один, два, три. Ты перед квартирой. Я здесь. Ходи в квартиру. На квартире клетка остановилась в зал, комната, диван. И клетка клетка пустая, но здесь вертикальные вот эти энергии от прибора, которые были вертикальные, они, но они здесь находятся, они идут через клетку и у них такой как шум от них идет. Вибрации идут. На счет три вся эта энергия выходит из квартиры и собирается перед клеткой тюрьмой. Со всей квартиры и частички этих энергий выходят, собирается в шар перед клеткой тюрьмой и отправляется в клетку тюрьму. Все, до последней частицы собираем все эти шумы, все частицы вот этого прибора, все летит в клетку. Да, оно как закрученное против часовой стрелки. Хорошо. Открывается воронка в галактическое ядро под клеткой тюрьмой и клетка вместе с этим шаром уходит на переработку, закрывая печат и растеряя. Порталы есть, посмотри, Вера, если есть, они подсвечатся красным цветом. У нас здесь зеркало, оно такое розовым кем-то подсветилось, потому что оно отражает эти энергии, которые попадают в него. Под этим зеркалом открываю воронку в галактическое ядро, и эти энергии уходят на переработку, закрывая печат и растворяя. Еще есть? Нет, я не вижу проталом. Подожди. Стоп. Я просто поднялась выше, здесь есть крыша, и здесь есть копол стоит уже. Я в этом кополе в середине что-то воткнула, как копье или пик какая-то, как штырь. Хорошо, возвращаемся в квартиру, установили лазерную клетку в тюрьму в комнате. Силой мы его намерены вытягивая этот штырь, это копье, и оно летит в клетку в тюрьму. Да, есть. От этого копья выстраивается, канал к ответственным, если таково есть, притягивая в клетку в тюрьму, стоит в клетке в тюрьме, если это не этот гуманоид. Это тот же гуманоид, он не может здесь стоять, здесь просто картинка идет, что он через этот штырь, он не только Александр, и всех остальных, знаешь, как зарядка идет от него. Он активирует волны какие-то в разных квартирах, в том числе Александр. Я сделаю отсюда запрос офицер Кольт, скажи, пожалуйста, что с этим копьем, уничтожать или оно тебе нужно? Нет, кто же уничтожает артефакты? Заберешь? Да, забираем. Это рычаг. Рычаг управления. Никогда еще не видел. Хорошо, в клетке находится. Забрали. Отлично. Ну что ж, больше ничего нет? Никаких порталов, Вера? Нет, у него, кстати, купол был напряженный из-за этого штыря. Под клеткой открываю воронку в галактическое ядро, клетка уходит на переработку, закрывая печатай, растворяя. Хорошо, мы здесь закончили. Отключаемся от квартиры, поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем. Субтитры подогнал «Симон» Симон.